После общенародного обсуждения и внесения на основе активности граждан корректив в окончательный вариант президент своим указом утвердил государственную программу по реализации стратегии Узбекистан 2030 в год поддержки молодежи и бизнеса. Не оставалось сферы, отрасли или направления деятельности, которые бы не коснулись параграфа объемного и в то же время концептуально выстроенного программного документа. Сфокусироваться над чем-то в отдельности не получится. Все приоритеты, цели и задачи важны, и их просто невозможно рассматривать вне увязки друг с другом. Молодежь и бизнес, если так подумать, не самое однозначное сочетание. Но в том-то и дело, что наша страновая отличительная особенность заключается в непосредственной близости этих двух составных единого целого. Бизнесу постоянно требуются ресурсы, в особенности человеческий капитал. Нужны профессиональные кадры с высоким уровнем интеллекта, знающие иностранные языки и креативно мыслящие генераторы идей. Вот на реализацию их потенциала и направлен ряд мер, в том числе по вовлечению молодых людей в мир бизнеса. Определены конкретные мероприятия по обеспечению начала деятельности до конца этого года. 200 тысяч новых субъектов предпринимательства, 90 тысяч предприятий и 110 тысяч индивидуальных предпринимателей. Поставлена задача трудоустроить 5 миллионов человек, реализовать более 300 крупных проектов на 18 миллиардов долларов. Амбициозно, не правда ли? И вновь о взаимной связи всего спектра действий. К примеру, экологическая проблематика по своей актуальности бьет рекорды, пусть не самые лучшие. Подобное развитие событий, безусловно, влияет на здоровье человека. Все эти вопросы нашли свое место в госпрограмме, детали которой попытался раскрыть Пахлавон Садыков. В Узбекистане утвердили государственную программу на 2024 год. Обратимся к мнению народа и людей, которые внесли свои предложения в госпрограмму. Озвучено много льгот и преференции в направлении молодежи. Вопросы экологии. Как из этого можно сделать это? Проект «День без автомобиля». Как это будет на практике? Почему учителя истории и родного языка и литературы теперь должны работать над собой еще усерднее? Очень с каким-то волнением встретили эту новость. Какие предприниматели могут получить льготу нулевой ставки и импортные таможенные пошлины на некоторые товары? Итак, для чего нужны госпрограммы? Но простыми словами, они нужны для решения различных социальных, экономических и культурных задач в обществе. В топе важнейших пунктов – поддержка граждан, развитие экономики, обеспечение безопасности и решение других ключевых вопросов. В государственной программе отдельное внимание уделяется и образованию. Здесь также есть ряд нововведений, которые, несомненно, приведут к улучшению качества преподавания. Согласно принятой государственной программе, теперь в тысячах школах дополнительно будет внедрена система оценки точно так же, как и в президентских или же специализированных школах. Например, если в первой четверти этот ученик не старался, то он обязательно во второй четверти постарается сделать, получить побольше баллов по этой системе оценивания. И не только по программе, которая школьная, он начнет заниматься и вне, он начнет искать информацию по другим источникам. Ученик будет не только выполнять письменную работу, но и будет делать какие-то проекты самостоятельно или в групповой форме. Они начнут работать коллективно, вместе работать и будут выполнять эту работу и получать, естественно, свои баллы. Мы даже сами, вот сами учителя, начинаем искать ту информацию, которую мы должны дать ученикам, чтобы у них развивался более широкий кругозор. Не только, например, в плане этого данного предмета, но и в связи с другими дисциплинами, в связи с другими предметами, которые проходят в школе. Еще одна уникальная инициатива. 7,5 тысяч юношей и девушек получат шанс обучиться современной профессии. А еще 6 тысячам молодым людям, набравшим высокие баллы по иностранным языкам, в международных экзаменационных системах будут покрыты расходы. Практика покрытия расходов для тех, кто получил международные сертификаты по языкам, была и до этого. Она показала действенный эффект. На этот раз в госпрограмму вносится конкретизация. Речь идет о 6 тысячах молодых людей, которые взяли наивысшие баллы. Если посмотреть, то 7 баллов по АЭЛ стало неким стандартом, так как растет потенциал у молодых людей. На сегодняшний день мы видим, что даже молодежь, которая проживает в отдаленных районах, получает 8-9 баллов. Нововведение же стимулирует молодых людей показать еще лучшие результаты, мотивирует их изучать языки еще активнее. То есть это своего рода вектор развития для молодежи, когда есть конкретные цели и задачи. Отныне молодые люди будут стремиться получить не 7 баллов, а еще больше. А в государственной программе также говорится о том, что теперь будут выплачиваться надбавки учителям родного языка и литературы, а также учителям истории. Ранее это только касалось учителей иностранных языков. Теперь сертифицированным учителям также будет выплачиваться надбавка. Это стимулирует каждого учителя. Учитель, получивший сертификат, будет вдвойне работать. Вот, например, как я сама по себе, когда я получила вот этот сертификат, я стала все больше и больше читать книг, получать информацию. Хочется детям отдать больше, потому что это мотивирует учить детей тому, что ты знаешь и даже что не знаешь. Нынешнее поколение хочет знать все. Мир меняется. Мир меняется, дети меняются. Мы сами меняемся, все меняется. Мы должны, соответственно, держать рамку должны. И они тоже держать рамку должны. Помнить фильмы, а точнее школьников? Те самые желтые автобусы, которые привозили и отвозили детей в учебные заведения. Так вот, такая же практика будет применена и у нас. Представление или создание условий для того, чтобы дети, живущих в отдаленных местностях, в горных или труднодоступных местностях, чтобы они добирались до школы. На основании аутсорсинга устанавливаются бесплатные автобусные маршруты, которые возят детей до школы и обратно. Детям, которые проживают на таких труднодоступных регионах, это присматривается в Кашкадаринской и Сурхандаринской области. Это даст, во-первых, нашим детям возможность без труда добраться до школы и получать новые знания, вместо того, чтобы часами добираться в различных погодных условиях до своей школы. Я думаю, внедрение данной практики является актуальной и важной задачей. Это в первую очередь повлияет на качество образования. Второй немаловажный момент – это вопрос безопасности и спокойствия родителей, когда они будут отпускать детей в школы в отдаленных местностях. Также далекое расстояние зачастую влияет и на посещаемость. Подобная инициатива поможет решить сразу несколько проблем. Мы в этом году должны будем создавать новый механизм отбора наших воспитателей, которые непосредственно работают в государственных дошкольных образовательных организациях. То есть в социальных сетях мы видели неподобающее отношение воспитателей к детям. Для устранения таких моментов как раз таки имеется отдельный пункт, который именно был включен по желанию простого народа. К нами будет разработан новый механизм отбора воспитателей, кто непосредственно будет иметь воспитательный процесс с детьми. Теперь будет разработан новый механизм по отбору воспитателей по специальной психологической методике и отбору. И здесь есть амбициозные цели. Обеспечение сохранения темпов роста ВВП на уровне не менее 6%, а инвестиций не менее 30% к объему ВВП. В 2023 году валовый внутренний продукт составил почти 91 миллиард долларов, а рост ВВП по сравнению с 2022 годом составил 6%. В программе стратегии «Узбекистан 2030» на 2024 год определено, что рост валового внутреннего продукта будет сохранен на прежнем уровне, то есть на уровне 6%. IT-услуги выделяются в секторе услуг, поскольку это самый быстрорастущий сектор, который вырос более чем на 12% в 2023 году. По этой причине в целях повышения экономики в программе определили проект «Два программиста от каждой махали». В этом году также планируется трудоустроить 70 тысяч молодых людей в сфере информационных технологий. Кроме того, ожидается экономический рост за счет запуска специальной платформы по обучению современным профессиям УСТОС и охватить через эту платформу 250 тысяч молодых людей. Еще один факт. Согласно подсчетам, каждый доллар, направленный на образование, возвращается в виде 12 долларов в долгосрочной перспективе. Поэтому, если мы подготовим такие кадры, это приведет к более быстрому росту нашей экономики. В государственном программе, где с каждой махали нужно будет подобрать два высококвалифицированных программиста, собственно, сыграют на руку современной молодежи. Согласно нашим данным, в текущем году более 24 тысяч профессиональных айтишников. Соответственно, если данное постановление будет работать, сможем увеличить количество данных айтишников до 2-3 миллионов. Это колоссальные суммы. Соответственно, айтиринг Узбекистана будет более компетентным в международном рынке. В результате не только всего лишь два ребенка с махали, но и другие, которые будут восхищаться, получать мотивацию от тех самых двух профессиональных разработчиков, будут также совершенствовать свои профессиональные навыки, которые могут привести к бурному росту айти рынка Узбекистана. В госпрограмме предусмотрено, что в 2024 году отношение дефицита консолидированного бюджета к ВВП не должно превышать 4%. Чтобы показать путь достижения этой цели, можно упомянуть о конкретных примерах. Например, за счет создания более благоприятных условий для бизнеса предусмотрено привлечь к предпринимательству 2 миллиона человек и трудоустроить 5 миллионов. Это очень правильный путь, ведь 70-75% рабочих Узбекистана занято малым и средним бизнесом. По предварительным результатам нашего недавнего исследования, открытие одного нового субъекта малого и среднего бизнеса в Узбекистане приносит дополнительную долю 100 тысяч долларов США к валовому внутреннему продукту. Видно, что увеличение доходов бюджета за счет создания предприятий и создания новых рабочих мест приводит к уменьшению дефицита бюджета. Повседневная экологическая повестка заставляет задуматься, что нужно сделать, чтобы улучшить качество воздуха, которым мы и дышим. По данным агентства по статистике, на 1 января 2023 года в республике Узбекистан в среднем на тысячи постоянных жителей приходится 95 автомобилей. И эта цифра будет и дальше увеличиваться. В госпрограмме предлагают следующие нововведения. С 1 марта в Ташкенте запрещается передвижение грузовиков и прицепов с разрешенной максимальной массой более 10 тонн в часы пик. До 2030 года поэтапно ограничат эксплуатацию машин, не соответствующих стандартам Евро-5 и выше, в городах Ташкенте, Нукосе и областных центрах. Отныне и в Узбекистане будет день без автомобиля. Эта мера направлена на сокращение передвижения автомобилей в течение одного рабочего дня в месяц в городе Ташкенте в целях уменьшения воздействия на экологию выхлопных газов. При этом руководящие и иные работники всех республиканских и региональных органов исполнительной власти, здания которых расположены в городе Ташкенте, будут показывать личный пример путем прибытия на рабочее место на общественном транспорте. Это лишь основные меры, направленные на улучшение экологического состояния в стране. Начиная с 1 июля 2024 года в отношении предприятий, запускающих производство с известными международными брендами, а также введен порядок выплачивания покрытия ряда расходов в международных стандартов и экологическую сертификацию. То есть вот эти вот нововведения как отразятся на вашей деятельности? Как вы знаете, чтобы сотрудничать с международными компаниями, мы должны соответствовать определенным международным стандартам. Они это проверяют за счет сертификации, допустим, таких как FSC, это Food Security System Certification, а также Halal GSO, это самый считается авторитетный халяль сертификат по миру. Вот для Ближнего Востока мы это как раз взяли, завершили успешно. В прошлом месяце мы получили оба сертификата и как раз сейчас с государством прорабатываем льготный процесс по возврату средств, которые были потрачены на получение международных сертификатов, которые, конечно, нам очень помогают. Государственная программа делает наш продукт более конкурентоспособным на международном рынке, потому что мы не закладываем эти затраты в себестоимость. И цена, которую мы получаем итогово, она конкурентоспособна, допустим, это реальный кейс, когда наш продукт конкурентоспособен по цене на Ближнем Востоке. Это включает Саудскую Аравию, Дубай, все остальные страны, которые туда входят. Если вы довели уровень локализации до 60%, то таможенные пошлины автоматически вы освобождаетесь от этого. У вас на предприятии есть такое достижение? Это повысит экспорт, вообще может повысить наши продажи втрое, что автоматически увеличивает нашу потребность в импорте определенных вещей, допустим, как специи, оболочка. И вот эта льгота таможенная, которая будет освобождать нас от пошлин, тоже в будущем будет нам помогать оптимизировать расходы на сырье. Практически во всех регионах страны открыты моноцентры. Сейчас же для них создана конкретная платформа УСТОС. И через нее планируется привлечь более 250 тысяч молодых людей. Теперь появится возможность в онлайн-режиме обучить молодых людей востребованным профессиям. Надо признать, что такой метод обучения показал свои плоды. Это экономия времени и денег. Платформа разделена на точные модули, исходя из направлений. И процесс обучения также будет доступным и легкоусвояемым. Так как если в аудитории преподаватель может поделиться знаниями с 10-15 учениками, то онлайн-платформа может охватить миллионы человек. Что требуется от молодежи? То есть должен быть фидбэк все-таки. Вот, создают условия. Вот тебе условия, есть возможности со стороны государства. Узбекистан открылся миру. Это мы очень долго ждали. У нас в наше время, когда мы были студентами, такого не было. Сейчас современные ребята, которые учатся, они видят, что в международной компании заходят сюда. Они очень мотивированы. Почему? Во-первых, нужен язык. Они сами по себе стараются именно зайти и получать опыт у этих сильных игроков. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день никаких стимулов для них не нужно. Они уже максимально мотивированы. Я знаю это, потому что я с ними естественная коммуникация. Только надо раз в год все создавать условия, что и так происходит сейчас. В ходе общественного обсуждения документа 34 миллионам пользователей мобильной связи было отправлено 566 миллионов СМС-сообщений. В конечном варианте проекта были учтены 100 концептуальных и свыше тысячи, выносящих ясность предложений граждан республики. СМС-сообщений. Было и немало инициативных граждан, которые решили внести свой вклад в развитие страны путем выдвижения конкретных предложений. В проект государственной программы я внес три предложения. Радостным событием для меня стало, что все они были включены в указ руководителя страны. Их специфика заключается в налаживании работы по инвентаризации пастбищ, которые остались без внимания. Из-за отсутствия ухода некоторые из них начали деградировать. После их инвентаризации мы сможем определить качество земли, сформировать электронную карту, на которой будут полностью отображены все точки определенного пастбища. В будущем это сможет дать положительный эффект в борьбе с изменением климата. В процессе были активны и наши соотечественники, проживающие за рубежом. Например, Саидбек Болтобоев предложил открыть новую организацию, которая будет переводить передовые научные исследования, выполненные на всех языках мира на узбекский язык. А в результате постепенно будет закладываться традиция научных публикаций на родном узбекском языке. Шаров Тугизов также вышел с инициативой о внедрении био- и наномедицинских технологий в Узбекистане. При этом следует принять меры по развитию законодательства в сфере биотехнологии, инфраструктуры, грантов, привлечению специалистов в эту сферу. Бнетбек Ибрагимов говорил о разработке отдельной судебной системы для несовершеннолетних в Узбекистане на основе опыта Японии. Да, действительно, страна всегда ориентируется на нужды и чаяния народа. На сей раз получилось точно так же. Все эти мнения были учтены при формировании конечного варианта государственной программы. Данный документ стал отражением реальных потребностей населения. И главное, все предложения закреплены на правовом уровне, а значит их реализация опять же зависит от руководителей, ответственных лиц и в конце концов от каждого из нас.